Привет, это Марк. Для всех интересующихся кандидатурой Павла Грудинина собрал подборку его ответов на самые острые вопросы. Как капиталист Грудинин может баллотироваться от коммунистов? Меня загнали в капиталистическую систему, не спрося... А почему вы за социализм? А потому что социализм дает возможность развиваться в стране. Когда люди вокруг тебя бедные, в России особенно, быть богатым невозможно. Рано или поздно ты должен либо куда-то уехать, как делают наши олигархи, либо ты должен, скажем так, дождаться бумпы. По форме собственности мы акционерное общество. Еще раз, капиталистом можно назвать того, который всю прибыль забирает себе. Ну а если мы, ну и я, и мои акционеры, не забираем всю прибыль себе, а мы дивидендов не выплачиваем, а тратим все деньги на детский сад, на поликлинику, на школу или на повышение зарплаты рабочим, то какие же мы капиталисты? Я думаю, что миллиардеры так деньги не тратят. Они не помогают ни ветеранам, ни строят детские сады. А мы, кстати, мы при советской власти были совхоз-миллионер. А сейчас, учитывая наши доходы, мы тратим деньги с пониманием нашей жизни, то есть на хорошую жизнь наших рабочих, потому что мы здесь живем и на нас. И сюда же ходят дети наших сотрудников, мой внук, например. И поэтому мы тратим деньги, как и всегда, на социальные программы, на развитие нашего бизнеса и на поддержку малообеспеченных, вы говорили о ветеранах. Каждый ветеран у нас к Дню Победы получил 75 тысяч рублей. Их немного осталось, поэтому суммы такие большие. Но в принципе, знаете, мне кажется, что нельзя быть богатым в бедной стране. Поэтому если у совхоза есть деньги, предприятия нашего, то мы должны потратить в том числе и на тех, кто испытывает какие-то трудности. Почему совхоз имени Ленина частное предприятие, а не общественное? Дело в том, что в соответствии с указом президента Ельцина в 1997 году все государственные предприятия, совхозы, стали акционерными обществами либо коллективно-селекхозпредприятиями, по сути, своими колхозами. И мы не от хорошей жизни, а от того, что нас заставили, стали негосударственными предприятиями. Другое дело, что все принципы нашего хозяйствования, они остались, как в прежнем совхозе. То есть те же самые социальные выплаты, те же самые гарантии, например, гарантии всем специалистам и работникам получения жилья. Мы это делали с 2000 года. Так же, как, кстати, делал совхоз в свое время, вот я же был молодым специалистом, придя на работу в совхоз, я получил коттедж с рассрочкой на 15 лет, и половину выплачивал я, а половину совхоз. Согласована ли кандидатура Грудинина с Кремлем? Я, конечно, видел Кремль, но никогда марионеткой не был. И если вы посмотрите мои предыдущие выступления, значит, они говорят только об одном. Я говорю то, что думаю, и правду. Вот никто не может мне в голову вложить то, что я что-то должен сказать такое, или кого-то, скажем так, обойти в своих мыслях. Сюда ехал, я прочел, оказывается, что... За то, чтобы я выдвинулся, мне будет обещан или предложен, или там, значит, дам пост губернатора Московской области. Я такой глупости вообще не видел. Последний раз я на Старой площади был лет, наверное, 15 назад. Вот. И на самом деле это все не имеет никакого смысла, но вот эти вот попытки сказать, что все крок, что кто, кроме, например, Навального или кроме меня, выдвигаются, все эти марионетки. Я никогда не был ничьей марионеткой, это ее, там, детьми клянусь. Но, а скажите, вообще, вот голосование на Левом фронте, на сайте Левого фронта тоже контролировала администрация претендентов? Ну, мне кажется, нет, конечно. А то, что Болдырев Юрий Юрьевич говорит, что лучшим кандидатом являюсь я, хотя я считаю, что именно он самый лучший. Ну, да, интересно. Понимаете, как это тоже, ведь это же его слова, что вы думаете, это ему сказали сказать в администрации президента? Не надо выдавать желаемое за действительно. Если вдруг администрация президента, что вот скоро будет зима, скажет, то значит, это вот администрация президента. Нет, это не так. Не поменяет ли Грудинин свою позицию, отдав впоследствии голоса Путину? Ну, во-первых, это никогда не случится. Потому что, все-таки, понимаете, это не борьба людей, это борьба идей. Вот, честно, я считаю, что вообще одна политическая партия и одно левое движение, оно имеет какую-то идеологию. Потому что, ну, всегда в мире было что? Левые, правые и консерваторы в середине, так сказать, центристы. И у нас на левом фронте образовался один кандидат. Вы же видите, СССР, они выдвинули своего кандидата. Коммунисты России, ну, это такая партия, которая, в общем-то, формируется только когда выборы какие-то, и потом пропадает. А вот на правом фланге, там большое количество всяких партий политических, они же либералы, в том числе и либерал-демократы, и яблочники, ну, в общем, все. А в центре сидит большая политическая партия, которая, по большому счету, сама не понимает, где она. То есть партия, которая не выдвигает кандидатов, и всем, кто-то поддерживает, но не выдвигает, это не партия, на мой взгляд. Почему наш президент не пошел к этой партии, мне понятно. Я думаю, что и многим другим тоже. Потому что, ну, дискредитация самой центристской идеи, она произошла. Поэтому я считаю, что реально борьба идет между вот этими тремя течениями. С одной стороны, вот это левое движение, КПРФ, ну, и все социалисты. И я так получилось их представляю. В центре сидит какое-то такое, ну, олигархически аморфное, к сожалению, так получилось большинство, и это называется Един России. А с правой стороны все остальные. Их там много, они там между собой ругаются, ну, на самом деле, вот эти либеральные идеи, которые они провозглашали, они, в общем-то, вот за последние 26 лет, они же командовали всем этим. И поэтому, я думаю, что у них нет будущего в нашей стране. Есть ли у Грудинина офшорные счета? Нет, в офшорах у меня ничего нет, но у меня нет, кстати, никакого имущества за рубежом. Но у меня есть расчетный счет, за границей сейчас я его закрываю. Ну, тут надо понять, почему. Вы доверяете нашим банкам? Вот понимаете, какая ситуация сложилась очень интересная? Когда мы вступали в ВТО, мы практически все отрасли нашей промышленности поставили под удар, кроме одной, банковской. Но эта банковская отрасль оказалась настолько, скажем так, коррумпированной, что вот видите, какой банк не грохнется, сразу 200, 300, 400 миллионов миллиардов дыра, а вот один банк уже триллион. И государство, фактически, которое надзирает через центральный банк за банками, ничего не делает. Люди получают, вы знаете, определенную сумму для того, чтобы компенсировать, а дальше все пропадает. А у бизнесманов вообще все пропадает. И поэтому, когда ты начинаешь думать, что делать, ты, а если у тебя хорошая зарплата, а у меня очень хорошая зарплата, я получаю в совхозе достаточно приличные деньги, и ты думаешь, а куда же их деть? Потому что все мы думаем о старости, пенсионный фонд наш, вы знаете, в каком состоянии. И поэтому ты так и иначе должен, в моем возрасте особенно, думать о том, что же будет потом, когда ты, а ты должен все равно будешь уйти из своего хозяйства, и ты думаешь, куда положить эти деньги? В банку с хорошо притертой крышкой, так это же нарушение. В наш банк, вплоть до Сбербанка, вы никаких гарантий не получаете. Ну, я же не думал, что меня выдан президент. Поэтому сейчас я закрою все счета, уже закрыл практически. Да, деньги верну обратно. Где живут, работают и учатся дети Грудинина? Если человек видит, что директор живет в том же доме, что и он, ну, имеет, например, такую же квартиру, что он ездит на такой же машине, как и он, что у него дети ходят, допустим, в эту же школу или в этот же институт, не отправили куда-то за границу, и что, например, совхоз или директор многое вкладывает в благоустройство поселка, в строительство, в ремонт школы, в помощь врачам, а мы доплачиваем врачам, в связи с тем, что у них зарплата упала, и мы вынуждены уже в протяжении четырех лет оказывать материальную помощь именно врачам, чтобы они не разбежали, чтобы они обслуживали наше население, то он постепенно проникает с уважением и доверием к своему руководству, так или иначе. Вот если бы он знал, что, допустим, у меня где-то яхта там, где-то, я каждую неделю езжу к своим детям там за границу, потому что они у меня там учатся, то, скорее всего, я бы имел меньше доверия, согласитесь с этим. У меня два сына, один живет в 22-м доме в нашем совхозе, а другой в 17-3 вот здесь вот, у них у всех трекомнатные квартиры, они молодцы. Ну, один работает бизнесмен, у него там два ресторана, какой-то кафе, он такой бизнесмен, он занимается там разной деятельностью, многопрофильный, а второй работает у меня, начальник команды дела аренды, ну, я его ругаю, как и всех руководителей, своих подчиненных, но иногда, когда он особенно обращается ко мне, папа, меня это вообще бесит, потому что на работе, ну, как это так, ну, они вот здесь. А у меня еще есть две дочери, я им мало лет, и они еще нигде не работают, слава богу, и живу я вот в этом доме соседнем, который вот рядом с конторой, потому что мне так удобно, спустился и сразу на работу. Почему Грудинин был членом Единой России? Знаете, я во многом вышел из Единой России, именно потому, что она стала превращаться в то, что вы называете брендом. И этого что? Партию жуликов и воров. Значит, я вам сейчас о другом говорю, о том, что ты, если находишься внутри системы, ты понимаешь, как она работает, и потом твои принципы не совпадают с принципами этой системы, или этой партии, и тогда ты должен сделать для себя выбор, или ты остаешься в этой системе, партии, или ты должен выйти, потому что твои принципы, ну, категорически расходятся с этим. И поскольку мои принципы однозначно расходятся с тем, что делается в Единой России внутри, в том, что не было тогда, я вышел из этой партии, причем, я вам могу рассказать секрет. Расскажите. Они сначала хотели меня исключить, но меня об этом не предупредили, потом мне объявили выговор, строгий, они хотели, чтобы я снял своих работников с муниципальных выборов, а поскольку по закону это запрещено, я сказал, я буду действовать по закону. И я получил выговор. Потом меня... От областного комитета Единой России, как он там сейчас называется, я не помню. И после этого, я когда еще раз встретился с лидером этой партии, и сказал, что я пойду на выбор. С кем? Фамилию? Тогда это был Громов, Борис Всеволоч. Это был лидер Единой России. Губернатор Московской области. Я сказал, что я все равно пойду на выборы главы Ленинского района. И после этого написал заявление, потому что был принцип такой, если ты идешь как будто вы против партии, тебя исключают. Но я уже был готов к тому, что мои принципы не совпадали с принципами этой политической... И как герой Советского Союза, генерал Громов, тогда отнесся к этой вашей позиции? Вы знаете, у меня есть друг, который с ним лично беседовал на эту тему. Он был взбешен. Это точно. Другое дело, что с Борисом Савченко мы всегда были в хороших отношениях до этого. И после этого прекратили отношения полностью. Потому что наши пути разошлись. Меня стали всячески гнобить. Но это другое. Если хотите говорить правду и делать то, что вы считаете нужным, вы должны быть готовы к тому, что на вас навалится куча грязи, лжи, в том числе вот эта репрессивная машина аппарата. Мы прошли с моим хозяйством очень много всяких наездов, проблем. Эти проблемы усилились именно тогда, в 2010 году. Меня пытались возбуждать уголовные дела. Но видите, я живой, здоровый, быстро. Как Грудинин смог создать успешное предприятие без бандитской крыши? У нас есть два мифа. Первый миф, что если у него что-то получается, должна быть обязательно крыша. И второй миф, что он обязательно должен давать взятки. Почему эта мысль такая? Потому что люди представив себе как можно честно работать и не иметь крыши, чтобы тебя не сожрали. Честно, нам, наверное, просто повезло. Мы всегда работали в белую, никаких взяток не давали. Всегда чувствуем, нам ничего не дают то, что мы должны получить. То есть мы идем в суд. Мы бьемся до последнего в любой инстанции. нас и до сих пор не оставили в покое. Если мы где-то оступимся, я вам гарантирую, что нас сразу сожжут. Потому что иметь почти 2000 гектар земли, занятой какой-то сельхоздеятельностью и не занятой коттеджами или какими-то логистическими центрами или какими-то многоэтажными домами, это в нашей стране нонсенс. Помогала ли власть Грудинину кредитами? Мы не получаем никаких дотаций от государства. Есть же пиар государственный, что вы можете получить, а есть реалии. Все, кто брал какие-то кредиты или дотации от государства, все в конце концов находятся в зависимом состоянии. А мы независимы. Если ты хочешь говорить правду, но одновременно брать кредиты у государственных банков, то лучше тебе делать либо не то не делать, либо другое не делать. Но поскольку мы не кредитуемся нигде, поскольку мы не получаем дотации, мы совершенно спокойно живем на свои деньги. Сколько у нас есть денег, мы столько и живем. Как Грудинину удалось отбиться от трейдеров? В разное время могу называть вам разные фамилии, причем некоторые из них хорошо известны. Если вы назовете, будет хорошо, на мой взгляд. Вы помните, такой был Сергей Зверев, достаточно известный трикита, вот эта история. Да, конечно. Второй раз рейдерскую атаку отшил он у нас. Он пытался через суд признать нас банкротами и забрать все земли, хотя на самом деле мы не могли быть банкротами, он был нам должен деньги, но вот эта наша судебная система, такая неподкупная в кавычках, она привела к тому, что мы фактически попали в процедуру банкротства. Трикита была серьезная контора. Да, после этого были возбуждения уголовных дел, попытка через глав администрации, получить часть земельных, у нас земельные ресурсы находятся рядом с Москвой, они достаточно дорогие, и поэтому была попытка через акционеров воздействовать на нас, была попытка скупки акций, и от этого мы отбились. И у нас много было, ну вот, мы читали четыре, на самом деле заходов разных было больше. Вы должны знать, что каждый рейдерский захват, или каждая рейдерская атака поддержана властью, без людей в погонах, без судей, никакие рейдерские атаки в России не возможны. А вы понимаете, с какого уровня власть идет это крышевание, это рейдерская атака? Я думаю, что это на любом уровне. Вы поймите, что только вопрос размера предприятия или бизнесмена. Ну, у вас предприятие достаточно успешное, как я понимаю. А среднюю. Вы же видите, что рейдерские захваты продолжаются до сих пор. Но живет этот передел на самом верхнем уровне. То господин Каменщик должен посидеть три месяца, о чем они там договорились, я не знаю. То господин Ютушенков в системе должен посидеть какое-то время, потом согласиться отдать Башнев. И это все верхний эшелон. На среднем эшелоне находимся. Мы такие, нас обычно мы заинтересуем таких людей как-то близких губернатором, прокурором области. В общем, фирм Левиафан, я думаю, что вы его смотрели, о чем-то говорили. Потому что на самом низком уровне предприниматель... Единая Россия, кстати, очень обиделась на этот фильм, что там показали... Почему убежаться, это правда. Все рейдерские захваты так или иначе поддержаны властью. Либо властью там местной, либо каким-то оборотнями в погонах. Ну, так немножко бельмо в глазу. В том числе и у власти. Надо же объяснить, а почему у них получается, а у остальных не получилось. Просто потому, что мы никогда не слушали тех, кто, ну, как-то так, от власти нам что-то рекомендовал. Мы всегда действовали в соответствии с нашим пониманием сложившейся экономической ситуации. Давал ли Грудинин взятки и откаты кому-либо? А мы на самом деле себя оппозиционируем так, что нам предложить невозможно. Знаете, вот если идет стройная, красивая девушка, но она строгая, то к ней не подходит, ну, скажем так, с непристойными предложениями. Мы примерно так же. Мы просто себя оппозиционируем так, что к нам просто с этими предложениями не приходят. Но есть другое. Нам говорят, слушайте, вы ничего никогда не получите от власти. Ни разрешения на строительство, ни там, оформления каких-то земельных участков, потому что вы не в системе. А если вы не в системе, если вы не даете взяток, то у вас один путь. В суд. А в суде ты идешь, если мелкое дело, да, ты можешь найти правду. Но если дело интересное, крупное, кому-то интересное, то вы никогда там правду не найдете. Вот проблема. Почему Грудинину разрешили торговать в Москве напрямую, а не через посредников? Аккуратный очень простой. Мы каждый год на протяжении уже 20 лет своими палатками, через свои палатки торгуем земельниками. Понятно почему, потому что посредники забирают половину, а мы сами, если торгуешь, ты получаешь весь доход в себе. И это было при Юрии Михайловиче Ружкове и сразу после него, когда командовали торговлей управы, потом префектуры, а потом все централизовали. Представьте себе, я прихожу за два месяца до начала торговли уже к новым людям, которые префектуры этим командуют, и зам Нимирука, есть такой начальник департамента, говорит мне, а что мы с этого будем иметь? После этого я им сказал, вы ничего, кроме... помните? Конечно, Зубцов. Но он, может быть, что-то другое имел в виду. Понимаете, это же была такая вещь. Я сказал, вы ничего, кроме земляники, свежей иметь не будете. Ваши люди, а у нас тысячи тонн земляники, ждут, когда мы начнем торговать. Вы понимаете, что вот называя фамилии, вы наживаете себе врагов. Слушайте, а вы понимаете, если вы хотите говорить правду, вы себе наживете врагов однозначно в любой стране. То есть вы не участвуете, вы не можете продавать. Никто не может торговать. Никто на улицах не может торговать. Причем они сослались на федеральную антимонопольную сухню. Тогда Петросян был руководителем ФАС Москвы. Я пришел к нему, сказал, нет, это неправда. Мы им не запрещаем. Есть 19-20-я статья закона о преференциях отечественному производителю. Они могут это сделать, но им нужно выпустить постановление Сергея Семеновича Собяевна. А мне сказали, постановление три месяца готовится. И я так быстро не могу. Я говорю, подождите, у меня через месяц уже земляника, вы будете постановление готовить три месяца. К тому времени, когда вы подготовите, мне уже не надо. Схемы знакомые для многих бизнесменов преднователей. И произошла интересная вещь. То же самое, что всегда происходит в России. Когда средства массовой информации, приехав в совхоз, а это такой тоже инфляционный повод, созрела ягода, увидели 30 тонн земляники стоящие, я не могу ее продать. А Москва сидит без земляники. И тогда Геннадий Андреевич Зюганов и Владимир Жириновский на трибунах, ну и в том числе в информации, то есть в инфляционном поле сказали, слушайте, что за безобразие такое. Это был как раз тот год, когда ввели санкции. И когда действительно вроде как нужно было поддержать отечественного производителя. Знаете, что сделали? Нам без всяких бумаг разрешили торговать. Результаты выборов известны. На что рассчитывает Грудинин? Я убежден, что мы завезли. Вы знаете, я уверен в том, что всем надоело вот эта бедность, это вранье, это воровство, это то, что мы, ну скажем так, в кабале практически, у банков, каких-то олигархических групп. И люди не могут, вот знаете, 22 миллиона бедных почему-то должны проголосовать за богатого. Ну или за человека, который, ну скажем так, за людей, которые все это создали. Я считаю, что мы уже победили. Потому что, ну, вот эта идея социализма, которая была 25 лет назад, она показала, вот на примере, что если мы не повернулись в нее, мы попали именно туда, куда попадать не должны были точно. В этот момент Китай, который не повернул, не сделал этот поворот в сторону либерализма или там, капитализма, как это говорят, он вышел на передовые рубежи и стал второй страной практически уже первой. Мы 25 лет назад были на месте Китая. 20% мирового ВВП принадлежало Советскому Союзу. А теперь только меньше трех. Это ни о чем не говорит. Деньги выводятся через офшоры, в основном. Деньги выводятся через офшоры, через банки. Вы еще не видите, что как только банк грохается, у него дыра в триллион. Конечно, да. Это значит просто деньги, которые воруют у нас через процентные ставки. А как бы вы с этим справились с репрессиями? Да зачем? Вы знаете, вот Примаков с Герасченко и с Масляковым в 98 году с этим справились мгновенно. Они поставили под контроль, под реальный контроль банки. Не под мнимый контроль ЦБ, который, я не знаю, что делать. Вы бросаете вызов олигархическому капитализму, финансовому капитализму спекулятивному. Я думаю, что не я. Время бросило этот вызов. Ты когда остаешься один на один с собой, поздно вечером или на утром, ты думаешь, а что дальше? Вот для чего ты живешь? И вот всегда беспокоит это. Что после тебя останется? Ну, конечно, можешь оставить своим детям большие деньги. Но это, скорее всего, деньги ими не заработаны, и они их, скорее всего, потратят и ничего не делают. А можешь поставить, оставить за собой что-то такое, чтобы люди, как в свое время про Савва Морозова, про... Ну, у нас же много, помните, огромное количество больниц в Москве, называется Боткинская, там, те... то есть, те капиталисты, кровопийцы, которые, знаете, были, они, на самом деле, очень много денег вкладывали в будущее. И мы уже даже забыли, кто такой Боткин, или, там, кто такой, там, Морозов, но мы точно знаем, что эта больница вот называется Морозовская. Я думаю, что вот эта задача, оставить после себя что-то такое, не какое-то материальное, что-то детям, там, какая-то вилла на Канарах, говорит, а именно что-то такое, чтобы они сказали, вот это построил мой отец, говорит, и вот до сих пор сюда ходят дети, и, говорит, вот это вот, я думаю, что самое такое хорошее, что можно оставить после себя. Продолжение следует. Смотрите и другие видео по теме.